Добрый день! С вами в эфире юридическая клиника онлайн и я адвокат Андрей Савицкий. Сегодня мы поговорим о расторжении брака. На сегодняшний день самым распространенным видом гражданского спора, к сожалению, являются споры по расторжению брака. Очень часто споры этой категории требуют определенной правовой квалификации и помощи. Для того, чтобы определить самые основные моменты этого вопроса, надо обратиться к Семейному кодексу Украины. Этим кодексом в частности установлены возможные основания и способы развода супругов. Осуществить официальный развод возможно путем признания брака недействительным или расторжения брака. Признание заключенного брака недействительным в соответствии с главой 5 раздела 2 Семейного кодекса Украины осуществляется по заявлению в орган государственной регистрации актов гражданского состояния или по решению суда. Обращение с таким заявлением в орган государственной регистрации актов гражданского состояния возможно по причинам, если брак зарегистрирован с лицом, которое одновременно находится в другом зарегистрированном браке, фактически, либо являющимся родственниками прямой линии родства, а также между родным братом с сестрой или зарегистрированным с лицом, признанным недееспособным в судебном порядке. В случае, если у супругов нет детей и возникает желание зарегистрировать прекращение брака, то есть разорвать отношения, его расторжение осуществляется подачей совместного заявления в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который составляет актовую запись о расторжении брака по истечению одного месяца дня подачи до такого заявления, если оно не было отозванным одним из супругов. Такое заявление может подать один из супругов только в том случае, а именно, если признание второго супруга безвестно отсутствующим или недееспособным. Во всех остальных случаях расторжение брака осуществляется по решению суда о его расторжении. В частности, в случаях, если брак был заключен между усыновителем и усыновленным, им лицом с нарушением требований, установленных законом, а именно, отмены усыновления между двоюродным братом и сестрой, между тетей-дятей, племянницей и племянником, с лицом, скрывающим тяжелую болезнь или болезнь, опасную для другого супруга, а также их потомка, с лицом, не достигшим брачного возраста, которому не было предоставлено право на брак. Аналогичная процедура подачи заявления в органы РАКСа с супругом дается срок для отзыва заявления по их желанию. По истечению этого срока суд выносит решение о расторжении брака. Однако брак не может быть признан недействительным по решению суда в случаях беременности жены или рождения ребенка у лиц, указанных в пункте 1, 2, 3, 4 указанного перечня. Или если фактически кто не достиг брачного возраста, достиг его или ему было предоставлено право на брак. Следует отметить, что вопросы, связанные с расторжением или, скажем так, распределением общего имущества, решение вопросов о совместном ребенке и тому подобного имеют много особенностей в их решении, а потому фактически нуждается в профессиональной юридической помощи заинтересованному лицу. С вами был адвокат Савицкий и юридическая клиника онлайн. Помните свои права и умело ими пользуйтесь.